Главная интрига заседания Рязанской Гурдумы – реакция депутатов на отчет мэра Елены Сорокиной. В кулуарах ходили слухи, что доклад признают неудовлетворительным и не исключено, что возникнет вопрос ее полномочий. Впрочем, единства во мнениях не было, это подтвердило и начало сессии. Очень много времени народные избранники потратили на процедурные перепалки. Камнем преткновения стал вопрос публичных слушаний, не обозначенный в повестке. Коллеги, еще раз призываю вас. Это важнейший документ города Рязани. Это устав, по которому живут все жители города Рязани. Призываю вас относиться к этому очень-очень бдительно. Прежде чем вносить какие-то изменения, пожалуйста, предоставьте все это в письменном виде. Они сначала давай внесем, давай проголосуем, а потом принесем что-то и будем рассматривать. Коллеги, так нельзя. Еще раз вас, пожалуйста, прошу поступить, как я вам предлагаю. Спасибо. Уважаемые депутаты, предлагаю продолжить заседание Рязанской городской думы. Юрий Владимирович, один вопросик уточняешь. Я так понимаю, даже если я подготовлю этот документ, то никто его рассматривать не будет. Правильно понял? Сергей Атеевич, как только перед глазами у меня будет документ, я как спикер готова внести в повестку заседание Рязанской городской думы, чтобы все депутаты знали, о чем идет речь и что мы будем рассматривать. А вот доклад Елены Сорокиной был более материален. В нем, правда, превалировали превосходные тона. Несмотря на расцвет ковида, Рязанская область, пусть и ненамного, но прибавила в объемах промышленного производства. В городской казне до 5 миллиардов возросла цифра собственных доходов. В целом бюджет города по доходам за 2020 год исполнен в сумме 12,9 миллиардов рублей. Или на 99,4% к утвержденному плану. И на 105,5% к уровню 2019 года. Межбюджетные трансферты получены в объеме 7,8 миллиардов рублей, что составляет 96,3% к плану и 110,7% к 2019 году. Впрочем, все эти цифры и так доступны любителям статистики. Главное – вопросы мэру от депутатов, начиная от работы ливневок и заканчивая тотальным контролем фунда капремонта. Понятно, что вопросы были отправлены заранее, никакой импровизации, но даже в этом формате мэр города пыталась быть погруженный в тему. Протяженность городской канализации составляет около 100 километров. На регулярной основе ведутся работы по содержанию и ремонту объектов сети ливневой канализации. В отчете действительно указано, что в 2020 году на содержание ливневой канализации было направлено около 22 миллионов рублей. Из них чуть более 18 рублей на содержание и около 4 миллионов на ремонт. На данный момент у нас есть инвентаризация ливневой канализации Московского района, инвентаризационный анализ состояния сетей ливневой канализации Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов с краткой характеристикой их технического состояния и фотофиксацией проблемных участков. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на следующие участки. Улица Железнодорожная от Горбатого моста до реки Лыбедь. Улица Семинарская до Врезки в существующий коллектор. Первомайский проспект, включая и участок под путепроводом. Ориентировочная стоимость работ составляет около 300 миллионов рублей. И это только три участка. Несмотря на предсессионные расклады, доклад Елены Сорокиной городской парламент принял почти единогласно. Интрига развалилась сама собой, а все негативные прогнозы оказались несостоятельны. Не в последнюю очередь, конечно, из-за твердой политической позиции по резонансным вопросам, концессии водоканала и стратегически важным муниципальным предприятиям. И эта точка зрения с мнением депутатского корпуса совпадает полностью. Но кое в чем исполнительной власти нужно срочно прибавлять. За мою бытность депутатом впервые глава администрации занимает такую однозначную позицию по таким важным вопросам. Но при этом не можем не заметить, что у нас есть очень много хозяйственных проблем и хозяйственных вопросов, которые требуют серьезного внимания и решения. Кадровая чехарда в муниципальных предприятиях городской парламент не устраивает категорически. Именно поэтому специальной поправкой депутаты утвердили свое право согласовывать все назначения. Впрочем, еще одно положительное решение на законопроект о проведении публичных слушаний для инициаторов может оказаться пирровой победой. О своем протесте на незаконность этого документа уже заявила прокуратура. Максим Васильев, телекомпания «Город». Сделайте заключение.